Четверг, солнце, хорошая погодка, и вот к такой погодке не хватает дайджеста новостей из мира Apple. Сегодня поговорим о макетах iPhone 13, которые подтверждают ключевые изменения в ожидаемых смартфонах Apple, о часах Apple Watch Series 7, которые могут получить невероятное время автономной работы и других новостях из мира Apple. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! Apple Watch Series 7 получит рекордную автономность. Несмотря на то, что каких-либо ощутимых изменений ждать в часах Apple Watch Series 7 не стоит, о чем, к слову, я рассказывал в одном из недавних видео, которое можно посмотреть по всплывающей подсказке. Apple готовит нам небольшой подарок. Ну как небольшой, для многих это будет важнее всех остальных нововведений. Как сообщает тайваньское издание Economic Daily News, в часах Apple Watch Series 7 будет установлен аккумулятор большей емкости, что даст нам с вами увеличение жизни смартфона от одного заряда. Несомненно, позитивная новость. Также, если слова Минг Чи Куо подтвердятся, то в этом году часы Apple Watch Series 7 порадуют нас обновленным дизайном. Представят же часики осенью. iPad для любителей больших размеров Сейчас самым большим планшетом Apple является 12,9-дюймовый iPad Pro. Однако в будущем все может измениться, и нам представят планшет более солидных размеров. Выйти планшет может через 3-4 года и только в том случае, если в Apple дадут добро на появление такого, скажем, прямо необычного гаджета. К слову, у Samsung есть 18,4-дюймовый планшет Samsung Galaxy View для просмотра фильмов и сериалов красота. А вы бы хотели себе 14- или 16-дюймовый планшет? Пишите в комментариях. Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов смартфонов линейки iPhone 13. И как утверждает автор этих фотографий, их предоставил тот же человек, что в прошлом году показал макеты смартфонов iPhone 12. Такие макеты обычно нужны для создания чехлов и создаются по производственным чертежам Apple. Итак, что ясно из макетов? Ну, во-первых, iPhone 13 и iPhone 13 mini получат диагональное размещение основной камеры. Во-вторых, челка станет меньше. Насколько это изменит опыт взаимодействия со смартфоном, пока сказать сложно. Но шаги абсолютно верные. Также по информации портала MacRumors, только две модели линейки iPhone 13 получат усовершенствованную систему автоматической фокусировки изображения. Речь об iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Об iPhone 13 поговорили, теперь переходим к смартфонам, которые нам покажут в 2022 году. Сразу с изменений. По информации многих источников, в том числе Ming-Chi Kuo, в 2022 году мы говорим пока о самому компактному смартфону. Да, судя по имеющимся данным, iPhone 13 mini станет последним смартфоном с приставкой mini. Однако линейки будут по-прежнему состоять из четырех смартфонов. Теперь к нововведениям. По информации Kuo, смартфон на линейке iPhone 14 получит подэкраны сканер Touch ID. В свою очередь, Pro-версии получит еще и 48-мегапиксельный сенсор основной камеры, что выведет детализацию при создании фотографий на качественно новый уровень. А вот усовершенствованную систему автоматической фокусировки получат уже все модели. Информации пока не так много, и она пока вся еще очень предварительная. Но пока есть основания полагать, что в 2022 году нас ждет просто-таки разрывной смартфон от Apple. По информации издания Bloomberg, Apple до презентации смартфонов может провести еще одну презентацию, где нам покажут MacBook Pro с новым ARM-процессором. Новый MacBook Pro получит новые чипы с 8-ю высокопроизводительными и двумя высокоэффективными ядрами. Также будут доступны варианты с 16-ю и 32-мя графическими ядрами. Также новый MacBook Pro получит возможность увеличения объема оперативной памяти до 64 гигабайт. Сейчас же маки на Apple M1 ограничены 16 гигабайтами оперативной памяти. Марк Гурман, редактор Bloomberg, считает, что летом стоит готовиться к презентации. Другие же инсайдеры уверены, что новые маки нам покажут только осенью, после презентации смартфонов линейки iPhone 13. А чего лично вам не хватает в вашем смартфоне? Я вот ловлю себя на мысли, что мой смартфон практически идеальный и полностью меня устраивает. Разве что плюс день-два к автономности устройства и вообще будет топ. Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Капипаста, у микрофона Антон, до связи!